Друзья, всем привет! Впервые за много лет, впервые с 2015 года и за время российского полномасштабного вторжения в Киев приехал Виктор Орбан и встретился с Владимиром Зеленским. Какие оттуда заявления, что решили, что за этим стоит, что это значит? Сейчас по горячим следам быстро все разберем. Не забудьте подписаться на канал. Спасибо, жмите кнопку лайк, палец вверх. Спасибо и комментируйте то, что я вам сейчас расскажу и свои мысли. По поводу визита Орбана. Как вы оцениваете его? Итак, ну давайте сначала, как это оцениваю я и что все это значит? Орбан приехал впервые в Киев почти за 10 лет. Ну и впервые за время полномасштабного вторжения. Все европейские лидеры были в Киеве за эти 2,5 года, но не Орбан. Более того, Орбан, куда там было ехать? Орбан постоянно делает заявления такие, скажем, пророссийские или сомнительные. Плюс тому Венгрия постоянно витирует различные соглашения и использует помощь Украине как такой, знаете, рычаг для торговли с Брюсселем по своим собственным вопросам. В общем, ну давайте скажем откровенно, что, наверное, Орбан самый нелюбимый западный лидер в Украине. Ну это точно. Очень хорошо известный и очень нелюбимый. Это те реалии, которые есть. Но важны и еще одни реалии. С 1 июля, после вот все второе полугодие 24 года в Европейском Союзе будет председательствовать именно Венгрия. И то есть Орбан, как премьер-министр этой страны. И здесь, конечно, уже нам очень важно иметь с ним контакт какой-то. И двигать важные для Украины вопросы евроинтеграции, помощи и всего остального. Но, судя по всему, и Орбан решил, что такой тупик в отношениях с Украиной ему не на пользу. И что этот тупик, знаете, создает себе больше опций. С другой стороны, да, вроде там, Орбан поехал в Киев, уже интересно. Кроме того, будет чем торговаться с Москвой. То есть он же не просто там путинский губернатор. Он игрок, да, игрок, который подыгрывает Путину, к сожалению. Которого не волнует ценности. И которые волнуют нас. И который готов разыгрывать игры с агрессором. Но в то же время у него свои интересы. И это мы прекрасно понимаем. И сейчас так сложилось, что в интересах Орбана было приехать. Что он и сделал. Посмотрите, как его кортеж, серьезный кортеж, приехал в Киев. Продолжение следует... И прошли переговоры Орбана с Зеленским. И по их итогам было заявлено следующее. Что Украина и Венгрия подготовят проект двустороннего договора. Который разрешит все спорные вопросы. Орбан сказал, что видит хорошие шансы защитить права венгерского меньшинства в Украине. Ну то есть такие, скажем, примирительные заявления и конструктивные были сделаны. Конечно, всех интересует Орбан, который постоянно там говорит, что вот нужно прекращать, не давать Украине оружие, прекращать войну таким образом. Что говорили о войне. И здесь Орбан сказал следующее. Послушайте. Мы очень высоко ценируем все инициативы президента Зеленского заради достижения мира. Я рассказал, что эти инициативы потребуют много времени. Само через правила международной дипломатии они очень сложны. Я попросил пана президента подумать про то, чи не можно трошки иначе пойти, зробить перерву, прервать в огонь и потом начать продолжить перемоги. Адже припинение в огне могло бы обеспечить преодоление темпу этих перемогин. Я это рассказал пану президенту и я очень благодарен ему за его отвертую оппонию о том, что это вопрос. То есть фактически Орбан говорит, я предлагаю вам и уверен, что предложил и свое посредничество заморозить войну с Россией по нынешней линии, достичь таким образом прекращения огня, а дальше вести переговоры. Собственно говоря, это то, на что намекает периодически российский Лавров и Ижи с ними. Ну про ультиматум Путина, дайте Запорожье и Херсон, мы понимаем, что это такой ультиматум и скорее выставляется как очень высокая планка для переговоров, чтобы потом от этого отступать и как бы типа идти на какие-то компромиссы. Но что интересно, Зеленский на вот эти слова Орбана, которые вы слышали, никакой гневной отповеди не дал. Да, Орбан сказал, что он услышал ответ Зеленского и благодарен ему, ну такие вежливые дипломатические фразы прозвучали, но Зеленский там дверью не хлопал и не говорил, что значит Орбан что-то такое предложил невероятное. Но напомню, что еще совсем недавно Зеленский говорил совсем другое. Тоже интересно и тоже показательно. Но что еще интересно и показательно, мы посмотрим, как дальше будут после этого развиваться украино-венгерские отношения, не последует ли за визитом Орбана в Киев какой-нибудь там визит Сиярта в Москву или какая-нибудь встреча Орбана с Путиным на полях какого-нибудь там саммита очередного. То есть мы надеемся, что Орбан стал проукраинским, друзья, не стоит. Но то, что мы начали с ним говорить, в любом случае это хорошо. Отбращу ваше внимание, что Украина до сих пор не имеет посла в Венгрии. Это, конечно, очень странная ситуация. И трек переговоров с Орбаном фактически взял в свои руки Андрей Ермак. Опять же интересно, не министр иностранных дел Кулеба, а глава президентского офиса. Как трек очень важный и тот, который действительно создает Украине уже серьезные проблемы. Ну и как мы видим, он имеет результат. То есть приезд сам по факту приезда Орбана в Киев, это уже на самом деле безусловный результат. А если будет подписан какой-то серьезный двухсторонний договор, то тем более. Ну вот такие внешнеполитические и внутриполитические преломления имеет этот визит. Он интересен, он показывает многие вещи. Еще раз очень интересно то, как отреагировал Зеленский, а именно никак публично не отреагировал, на те слова и предложения, которые как бы сделал Орбан, а заморозки по нынешним линиям. Друзья, ну вот так и увидел этот визит я. Пишите в комментариях, что думаете вы. Подписывайтесь, жмите кнопку лайк. Держим строй!